если это видео наберет 500 лайков у блуда будет свадьба но 500 лайков не набрало доброе утро камаз утра с таким серьезным голосом говорить о том что кевина в детстве отрахал санта клаус может только блуд руль с проклятой сумки ну что всем приветульки с вами блуд линюлька и сегодня мы дальше продолжаем играть в яочек наш интересненький под названием я обещаю мы остановились на ковине и серии немного так вот тоже где-то два дня не было именно на эту игру потому что проходили пиксели потому что были стримы и тому подобное так что не зерчайте ставьте лайкусик и пойдем дальше если в принципе все нормально будет я не думаю что на какие-то другие игры я буду отвлекаться и дети звездной пыли мы сразу возьмем потому что посмотрев статистику на пикселях на которые я потратил до хренище времени никакого вообще они там толку не сыграли конечно же я буду их брать но уже пореже потому что ну буду только уже шедевры брать потому что то что я взял еще и плюс говном каким-то оказалось непонятным ладно спросить о проблемах поговорить о чем-то веселом давайте о чем-то веселом поговорим я не знаю а как на ковина вообще выходить я хрен его знает я вспомнил что он читал какую-то книгу сегодня утром можно поговорить об этом как там книга-то называлась как жить с маленьким писюном или что на что-то чуть не применял прогулку на лыжах на кровати и книгу ты хочешь это услышать неужели так книга такая интересная 10 способов там я не знаю соблазнить парня да если бы ты увидел обложку ты бы не спрашивал бы не может быть чтобы ты сам это не читал не трюку меня я не могу сейчас бегать и посмотреть это был джонни кота кто это такое все не знаю джонни кота да я его обожаю неужели ты еще и ты еще не читал про него не кричит у меня так напугал конечно же я читал про него напугал сейчас уже иду не помню по какому кругу что именно сейчас читаешь джонни кота гильдия ярости джонни кота ртовс а джонни ну как гарри поттер а это джонни кота я понял круто а какая у тебя любимая книга про него мой джонни кота пленник тарабана да конечно я больше все это как пленника аскобана я больше всего люблю финальные книги не слишком много трагедий мне больно их читать ах мы сердечко в этом и ведь весь смысл разве нет какие еще книги тебе нравятся камасутра азбука там типа такого мы обсудили огромное количество книг всего за пару минут зачем вы книги обсуждаете когда надо кататься развлекаться и тому подобное а голова болит от переполнен она переполнена информацией мне нужно отдохнуть и поразмыслить о жизни что-то парни опаздывают какая-то медленно у них гонка точно я почти забыл у них за время нашего диалога действительно нужно их проверить парни нашлись конце трассы кажется они разражены вот черта я надеялся что проведя время вместе они хоть немного наладят свои отношения они заметили наше приближение поздравляем победителя все-таки ты нас сделал нет победил винсент ура наша взяла следующий раз будешь давать нам форум поздравляю винс он смутился и почесал затылок это было непросто но ты сделал это не расслабляйся я дышу тебе в спину зачит как второсортная угроза это даже жутковато кто еще хочет опробовать свои силы хоть поиграть еще раз вот он настрой мне нравится хорошенько запомни мое лицо ведь ближайшее время тебе предстоит видеть только мою спину интересно на кого мы выйдем и сколько будет вообще серии и по продолжительности будет ли такая игруха как и первая часть и что же то за хрен был извиняюсь это я просто зевал но я просто только недавно встал и надо быстренько записать для вас серии и забабахать стрим как я вчера обещал сегодня в принципе я чувствую себя получше чем вчера вчера мне чуть не сдох нафиг какое ощущение такое было срано так этому еще посмотрим да а вот опять рождественская елочка то блин их господи как идет как отключить эту оба рождественская девочка зиму лесу родилась елочка мазафака бич она жила после катания мы заскочили в столовую попивая местный горячий шоколад я понял как грустно на самом деле жить в общежитии опять же чем-то вот бесконечное лето напоминает бесконечная зима просто будет у нас конечно тоже есть столовая но по качеству еды она не сравнится с этим чудесным местом я готов был остаться жить прямо там среди столов и стульев конечно столовой всегда в школьной говном кормят каким-то у нас вообще в столовой пиццы были только нормально все остальное было вообще такое говно просто булочки с этим со сгущенкой там вот так вот чисто прослойка такая под микроскопом когда смотришь можно увидеть ее мы собрались на каток ковен не почтил нас своим присутствием на каток мы попали трэм с винсентом и кристофером неужели я с кевином народ не выхожу но если не выйдем так выйдем на другой руд эти двое до сих пор играют гляделки сама площадка предстала перед нами как небольшой круглый ледяной участок посредине которого возвышается огромная украшенная празднику елка ночью она должна выглядеть просто потрясающе нужно будет узнать до скольки работает прокат как только крис вступил на каток я сделал для себя интересное открытие он не умеет кататься совершенно сейчас мы наверно будем его учить а может на него выйдем это даже мило что ли никак не вяжется с его образом крутого спортсмена я не мог сдержать смешок давай смесь а я это заслужил я думаю что ты само совершенство я ошибался можешь повторить это только без последней фразы он сделал несколько шагов вперед почему ты ходишь нужно скользить тем временем винсент вышел на лед и показал настоящий класс он весьма неплох прям ну он просто юрий на льду смотрел и как бы ну научился оттуда а этот ну не гей же хотя тоже гей я забыл он описал круг и вернулся к нам что описал круг углу винсент и потрясают потрясно смотришься винт зарделся и смутился они оба решили показать себя с милой стороны это опасно для моего сердца крисовер перестал судорожно перебирать ногами попробовал проехаться но видимо решил вложить в это все силы его занесло и он плюхнулся на лед от звука удара лед у меня чуть сердце в пятки не ушло с ним все в порядке то там лед такой толстый что там хер пробьешь его такой же толстый как и писюн кристофера с ним все в порядке и он вроде не ударился ты живой он подал крису крису руку какой-то джентльмен крис принял помощь и попытался встать не ожидал что ты мне поможешь может и гей даже что под что чего не ссориться постоянно не понимаю подъем не сдался криса потянул назад и он несомненно вцепился в куртку винса а после чего они оба а оказались горизонтальном положении уху похоже падать им будет много я подъехал ближе чтобы спасти ребят но вместо того чтобы помочь им подняться я раз рассмеялся я не хотел этого честно честно на ах ты маленький негодник по хочешь присоединиться тройничок устроить да а прямо эту елку в задницу тебя засунуть собака ты такая то есть не собака кто под кем играм котом а ну да котом он протянулся ко мне но я увернулся потянулся точнее похоже винсент смутился еще сильнее не могу перестать смеяться я был действительно счастлив когда они наконец-то встали встали когда у них да у меня уже начали болеть пресс от смеха при виде тщетных попыток предложить крису помощь оставить все как есть а если мы оставим все как есть интересно но оставим все как есть я не знаю на кого мы выйдем вообще и выйдем ли мы на кого-то пока на криса не будем выходить крис у нас на попозже останется там кевин тот все и винсент принципе тоже нужен но винсент вообще какой-то рут у него в прошлой игре был вообще какой-то очень быстрый и вообще практически его и не было за ним как забавно наблюдать я не должен вмешиваться может быть они даже подружатся так как следует довольно быстро я понял что смотреть со стороны не получится я был втянут в их в их игру я знаете скажу так что мне даже может с кевином интереснее чем с винсом закрутить но с винсом как-то все обычно и с крисом мне кажется больше всего интереснее довольно быстро понял что смотреть со стороны не получится я был втянут в их игру крис крис ронял по перемену то меня то винсента ему не терпится проехать сразу и быстро и ровной он не пытается начать с малой скорости возможно он безнадежно со временем мы втянули в игру упади с крисом еще нескольких одноклассников так не вовремя посетивших каток ну чё нормально пусть падают мы вернулись в холл совершенно мокрыми и счастливыми с переломанными костями ногами и харями где арты в этой игре почему их нету я хочу арты увидеть я хочу проникнуться этой игрой ну господи я понимаю что это сложно рисовать и всякое такое но блин ну хоть хоть какой-то одну парочку артов за всю игру должно быть ближе к вечеру мы собрались посетить у костра жареный зефир страшной истории что может быть лучше я задержался в комнате в итоге должен был добираться до назначенного места один в холле было пусто тем не так мне показалось в начале не успел я выйти из-за угла как слышал голос учителя сам он стоял у входа переграждая мне путь о вот хоть какой-то арт да я слушаю так подожди я хочу отключить полностью вот эту штуку как ее отключить а ее нельзя отключить видите все позже это белый олень и коричневая собака или я не знаю чё чё не делать я не понимаю уил можешь взять мой письмо снова неужели это повторяется вновь и опять слышу того что мне не следует это я уже пошутила они ладно мешать разговором некрасиво но слушать еще хуже прошлый раз это было явно лишним да это было лишним я не ждал тебя услышать как арт этот вы я хочу посмотреть на него и не могу так почти сейчас я сохранюсь я просто хочу посмотреть на него я не понимаю бонус бэк почему все на английском написано это же для русских игра не для англичан хотя в принципе если подумать то для американцев тоже наверное делают так не получается так скип моду какой-то я нажимаю те же кнопки но нихрена не получается не убирается эта полоска сраная поляха муха может тут нельзя ее выключить не знаю ладно как дела в финляндии сквозь помехи холодно а позже это они разговаривают я думал они рядом стою стоят они ну типа перезваниваются я понял все держа им елку с братьями финляндия с бразерса братьями как же далеко занесло доктора ух празднование идет полным ходом ребятки развели костер будут ровить байки пугать друг друга как всегда писюнами колболь больше у кого меньше сейчас опять будет писать дубану за своими писюнами сколько можно пропишу на это слушать ой побольше писюнов а кто-то такой побольше писюнов будто бы ты никогда не ездил в школьной поездке не ездил как же много ты упустил в этой жизни бэнетт коротко засмеялся когда ты вернешься я могу взять тебя и сына сюда эти страшилки как раз годятся вам по уровню смелости будь будете отрастись как осиновые листья на том конце послышалось возмущен возмущенное гудение и пыхтение кажется доктор не был согласен с таким определением своей смелости бэнетт продолжал подсуживать норберта и не спеша вышел на улицу а тут то и улучшил момент улизнуть незамеченным главное чтобы послушивание чужих разговоров не вошло в привычку и вот мы опять на улице только зачем сейчас опять в лес пойдем или что вечер собрал нас под открытым небом у костра расположились ребята часть из них уже начала жарить нанизанные на палочки зефиринки я думал друг друга но на но их поедание не станет главным событием этого собрания я устроился поудобнее и приготовился внимательно слушать о еще один артик но так и простятские арты но хоть какие-то я начну раньше я жил здесь неподалеку и слышал историю об одной семье сейчас наверное нам расскажу так как какую-то историю которая будет связана с тем пацаном который о котором мы увидели в холле об одной семье выживать когда ты не работаешь на курортной зоне в таких условиях очень сложно но семья справлялась правда почти вся жизнь родителей приходила в работе и на ночных дежурствах семья было трое детей старшему ребенку было около 15 младшим по 6 лет вот в очередной раз родители остались на работе сверхурочно старший брат уложил двойняшек спать а сам сел у камина чтобы сделать домашку их пес во дворе вдруг подал голос он не просто лаял а словно с ума сходил старшему сыну стало не по себе но он не подавая вида продолжал склоняться над учебником вскоре все тихло но вдруг раздался стук дверь обычно так вот истории в конце заканчиваются когда рассказывают их страшные истории знаете рассказывать рассказывать потом тогда сердце там или еще что-то помню так одного пацана испугал потом его ну в лагере и его потом в лазарет забрали ну короче в больнице у него что сердцем не мог спать это было давно и он умер уже да на самом деле я усил сначала тихонечко тихонечко потом сильнее сильнее старший сын немного струхнул но все-таки подошел к двери спросил кто там женский голос неприятный старческий хриблый ответил томас мальчик мой открывай дверь его неожиданно неожиданно их укренила дрожь это точно была не его мама он чувствовал что входную дверь не за не за что не стоит открывать она тут я могу посмотреть по ходу и тут я не могу посеять ни один арт я не могу поселить ладно он число что входную дверь не за что не стоит открывать разбуженные сестры спустились из своей комнаты ведь стук не прекращался там исестры все таки были поначалу девочки думали что родители и правда вернулись за дверь не унималась том открой я уже есть хочу я голодна. Голос становился все грубее и теперь напоминал скорее мужской. Будь ты проклят, я хочу ехать. Да это про трап просто. Я хочу ехать, да, мне хотя бы одну из сестер. Сестренки, идите там вас, это, мама пришла, зовет. Сына охватил ужас. То, что было снаружи, явно хотело отведать их плоти. Одна из дворняшек тихонько подошла к заднему входу, а брат заметил это слишком поздно. А, ну двойняшки типа были по 6 лет, а и сын 15. А брат заметил это слишком поздно, лишь когда захлопнул дверь. Голос за дверью стих, когда парень уже набирал номер полиции. Он хотел бежать, расыскивать сестру, но полицейские по телефону строго-настрого запретили выходить из дома и оставлять одну-вторую малышку. А, одну сахавали, короче, а одна осталась. Лишь когда послышалась сирена, он решил выйти и ужаснулся. Их любимый пес лежал распростертым на земле, обогряя снег кровью. Полицейский сказал, что ему перегрыз горло какой-то зверь, волк или может быть пума. Да вот только звери не могут говорить, это мальчик точно знал. Ну да, но спустя неделю нашли разорванное тело пропавшего ребенка. Никто так и не узнал, кто на него напал. Что-то мне не по себе. Может я лучше пойду в комнату? Испугался, да? Еще бы. Я думал у вас будут милые истории. Да что ты понимаешь, трусишка. Знаете, я отдыхаю здесь не первый год, я слышал вот такую историю. Нет, то история, значит, не та, не связанная. Однажды была холодная-холодная зима, куда морознее нынешний. Ветер продувал до костей. Ну, это была просто игра престолов, ты смотрел. Ресницы слепались, а пальцы примерзали друг к другу, если забудешь надеть перчатки. В один из промозглых дней, дети девятером играли в прятки до самых сумерек. Когда настало время возвращаться, они поняли, что один ребенок куда-то пропал. Вот это как раз наша история. Скорее всего, это вышло не случайно. Остальные дети избегали его и не хотели играть вместе с ним. Но его мать, работница базы, заставила компанию взять его с собой. Им ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Вот. Им было весело друг с другом. Каждый раз увлекшись игрой, они забывали отыскивать его. Рано или поздно мальчик выходил из укрытия сам, но в этот раз, последний раз не вышел. Всем персоналом ребенка искали несколько дней. Прочесали все окрестности. Ни по одному разу, нигде нет. Его нашли только на четвертый день. Угадывайте где? В пруду? Может его занесло снегом? Или была лавина? Ага. Никто лавину не заметил. Да, в лесу где... Где еще потеряться можно? Вот как раз он в лесу и был, мы видели его. Правильно, его нашли в лесу. Окоченевшее, замерзшее тело было синим при синим, шея была разрублена, голову ребенка так и не смогли обнаружить. Вот, вот, это про нашего чувака, сто процентов. С тех пор его неупокоенный дух бродит по лесу, преследуя случайных путников, отрубает голову тем, кто оказался в нем после полуночи. Множество раз лес ограживали сеткой, но на утро вся она была разрезана. Бррр, что за муть? Зачем ему отрубать чужие головы? Он мстит всем детям, потому что никто не пришел ему на помощь, никто не искал его. Может, отправимся в лес и проверим? Или трусите? Делать нам больше нечего, кроме как задницу морозить по твоей прихоти? Ну уж нет. И вообще, твоя история слишком непроводоподобная. Послушайте лучше мою. Однажды компания... Блин, это и тоже не та, что ли, или что? Однажды компания, отдыхающих, по-моему, по-моему, это были студенты, решила прокатиться с самой высокой горы. Их было довольно много, поэтому для переправки на фуникулеры пришлось поделиться на две группы. Первая группа поднялась терпеливо и ожидала вторую, но следующий пришедший фуникулер оказался пустым. Они ждали, ждали, ждали. Партия посетителей, но там были не их друзья. Спуск горы не задался, ребята не могли выкинуть из головы тревожные мысли о товарищах, которые решили глупо их разыграть. Уже вечером они обыскали всю базу, розыгрыш затянулся, но так никого не нашли. Было много разбирательств, но не было найдено ни одной зацепки. И в конце концов решили, что студенты просто решили сбежать со скучного отдыха таким оригинальным способом. Но ровно год спустя, в день, день в день, работники базы случайно обнаружили шесть трупов в кабинке фуникулера. То есть до этого они не видели, а потом увидели. Это были не просто трупы, практически целиком мыслевшие скелеты, лишь местами прикрытые не сгнившие участками кожи. Так, одежда была вся вылинившая и такая стрепанная, словно ее носили несколько десятков лет. ДНК из экспертиза показала, что эти, это были тела пропавших студентов, но, что поразительно, возраст их костей куда больше, чем было ребятам в тот роковой день. То есть фуникулер пропал во временную петлю? Именно. С тех пор пропадали и другие, но никаких скелетов больше не нашли. Ну это уже вообще какая-то фантастика просто, я не знаю, какая жесткая. Фуникулер попал в другое измерение. Что за бред? Интересно, куда они пропали? В Украину просто. На дельфинах ехали. Почему они не вышли из фуникулера? Может быть, пространства за пределами кабинки просто не существовало? И эта сказка более естественная, чем моя история. Ты перечитал всяк комиксов? Ладно, перестаньте рушить всю атмосферу. Когда-то давно моя мама была ребенком. Она отдыхала здесь со своими родителями. Произошел один случай. Может, вот это хоть история про нашего будет, чувака? Среди местных детей существовало поверье, что если слепить кролика из снега и оставить его не разбивать, то ровно в полночь у их дверей появятся белые кролики. Волшебные, конечно, и очень милые. Офигенная история вообще. Страшно, я уже обосрался от кроликов. Дети весь день старательно лепили снежных зверей, чтобы ночью увидеть настоящих. Они перетаскивали почти весь уголь из каминов, которые раньше отапливали некоторые помещения, чтобы сделать зверькам глаза и носики. Бабушка с дедушкой запретили маме лепить снежные фигурки вместе с остальными. Днем раньше она промочила свои сапоги насквозь, и они до сих пор не просохли. Поэтому мама лишь стояла у окна с завистью, наблюдала за общим весельем. На следующее утро все дети пропали. Просто они вместо угля ими отопили просто печки просто за то, что они пиздили уголь, падла паскуда. Была лишь одна зацепка, огромные звериные следы на снегу. Заволнованные родители, организовавшись, пошли по протоптанному пути. Следы привели их в лес. Шли очень долго, уже стемнело, следы так и не заканчивались. Деревья росли все гуще, становилось толще, и все остальное стол походу, да? Они зашли уже почти до самого центра леса. Ровно в полночь родители вышли на поляну, где нашли кое-что действительно странное. Что, их трупы? Да слушай, не перебивай. Они нашли снеговиков. И не простых, а ровно по счету пропавших детей. Разъяренный отец подумал, что дети просто решили пошутить, заставив взрослых бессильно блуждать по холодному лесу, разбив один из снежных камьев. В нем он нашел замерзшего сына. Это действительно жутко. И как мне спать после этого? Чего ты боишься? Было ли бы правдой, его мама сюда бы не отпустила? Может, он ей надоело, но она решила от него избавиться? Да, я сейчас от тебя избавлюсь. И будет отличная новая байка до следующей смены. Ну, истории мы послушали. Че ж, зефир закончился. Скотт, ты можешь принести? Ну да, секунду. Есть одна простая истина. Тот, кто сидит с краю, обязан выполнять все поручения. По сравнению с оживлением у костра, здесь совсем тихо. И скорее всего, Кевин тут сидит где-нибудь, да? Так, мне нужен белый пакет, наполненный упаковками зефира. Нужно было узнать больше подробностей. Тут нет, и тут нет. А не, Габриэль тут. Это ищешь? Ух ты, и удача на моей стороне. Или нет? А ну, а тут я смогу? Вот тут почему-то я могу отключить, видите? Бред какой-то. Какие-то арты можно смотреть, какие-то нельзя. Я поднял взгляд на собеседника. Спасибо. Почему я встретился именно с этим парнем? Я собирался развернуться и уйти, но кое-что меня остановило. Он сидит здесь совсем один. Может быть, он не ладит с окружающими? А завтра уже Рождество. Неужели он будет его проводить в уединении? Мне жалко его. Я не знаю. Я не хочу оставлять все так, как есть. Не хочешь присоединиться? Мы с ребятами сидим у костра и травим всякие истории. Он накинул меня оценивающим взглядом, помедлил и наконец-то ответил. Нет. Я надеялся, что он ответит иначе. Тебе не скучно здесь одному? Нет. Но за приглашение благодарю. Почему ты решил позвать меня? Потому что в приятной компании у костра гораздо веселее, чем тут в одиночку. В приятной компании? Ты шутишь. А что не так? Там же и твои одноклассники есть, верно? Вы не ладите? Хм. Ты же не знал меня до сегодняшнего дня. Ты что, новенький? Звучит так, словно о его величии должны знать все в округе. Что с того, что я новенький? В принципе, да. Да, я недавно перевелся. Ясно. Эта ситуация становится все более забавной. А с какого ты класса? Два старшая школа, а ты? Секрет. Два и два, говоришь? Все чудесней, чудесней. Чудесати, точнее. Ты, наверное, еще и бейсболист. А? Что за фигня, откуда он знает? Он прав. Может, это какой-то розыгрыш? Может, он парень Гриса или типа такого? Так ты все знаешь за меня, да? Отнюдь. Он снова странно обострел на меня, но на этот раз не ощутил неприязни. Он смотрит с сожалением? Передает привет Крису, да, вот. Скотт, ты куда пропал? Ой, я почти забыл о своей важной миссии по добыче из зефира. Извини, я заболтался. Габриэл, ты что-то говорил? Я прослушал. Неважно. Да, это походу парень какой-то или друг там или типа такого. Я повешал вашему разговору? Мы не обсуждали ничего серьезного. Пойдем. Кто это был? Ого, я думал, Винсент всех в школе знает. Какой-то парень с параллелей, его зовут Габриэл Ройлс. Хм, что-то не так? Да нет, наверное, я просто ошибся. Пойдем, нас все заждались. Да кто это такой-то? Действительно, задерживать зефир это не дело. Почти сразу, как Эвен уснул, у меня закрылись, закрались сомнения, что ему снится кошмар. Он тихо, неразборчиво бормочет, что-то суетливо ворочаясь на кровати. Я впервые вижу такое и не знаю, как стоит поступить. Разбудить, остать покой. Давайте разбудим, посмотрим, что там как. Думаю, будет лучше высвободить его из неприятного сна. Я подошел поближе, а там ему на самом деле снился порно-задорным. Он сильно хмурился, его лоб покрылся испариной. Кевин, просыпайся. Я не сильно отрисую его за плечо, но он не реагирует. Он снова проговорил что-то, и это застало меня врасплох, и я вздрогнул. Чувство беспокойства усиливается. Я приложил чуть большую силу, он резко распахнул глаза. Кевин перевел дыхание, хмуро смотрелся в темноту. Что? Что случилось? Скотт? Извини, ты напугал меня, я... Ты видел плохой сон? Вроде того. Сколько времени? А около полуночи ты заснул совсем недавно. Я присел на край кровати так, чтобы хорошо видеть Кевина. Несмотря на то, что объективно все закончилось, мне все равно тревожно. Что тебе снилось? Можешь не отвечать, если не хочешь. Ты когда-нибудь бывал под наркозом? Нет. Но ты же имеешь представление о том, что это. Мне приснилось, что наркоз не сработал, что я проснулся посреди операции, и... В общем, это довольно жутко. Сменяли пол на женский, да? Только я не понимаю... Жутко это мягко сказано. Страшно. Почему тебе вообще такое снится? То, что ты читал утром, случайно не ужастик? Нет, совсем нет. Я и сам не рад таким красочным снам. А такое вообще возможно в реальности? Интранаркозное пробуждение крайне редкое явление, но да, это возможно. У этого даже название специальное есть. Название есть и куда более специфических вещей, чем это. Точно, Кевин же смыслит в медицине. Я уж удивился, откуда он знает об этом. Неудивительно, что он знает терм... терминологию. Может быть, он когда-то слышал о подобных ситуациях, и это отложилось у него в голове, и проявилось таким вот жутким образом. Проснуться во время операции. Не хочу даже представлять, каково это. Если хотите посмотреть фильм на подобии этого, посмотрите фильм «Наркоз». Он охрененный. Там тоже чувак. Ну, на нем не сработал наркоз, но... Ну, как бы... Или сработал. Короче, он все чувствовал. То, что с ним делали. Там, сердце ему там вырезать должны были. Победать на другое. Бля, хватит зевать-то. И вот. Ну, интересный фильм. Там Джессика Альба. Можно пофапать еще. Да. И тут меня осенила операция. Шрам Кевина мог остаться от операции. А подожди, а какой шрам? Я уже не помню. Но не может же быть. В кошмарах его преследуют собственные воспоминания. Оставить все как есть. Спросить Кевина о шраме. Возможно, я пожалею об этом. Но, прямо сейчас я не могу восстановиться. То, что тебе снилось. С тобой такого не бывало? Что? Нет, конечно. Даже думать о таком не хочу. Фух. Все в порядке. Так, подожди, а что? Где шрам? Я не помню. На пузе? На пузе гренки? Кен смотрит на меня с подозрением. Мне уже становится неловко за свое любопытство. Почему ты спросил? Ну, тебе это приснилось. В основах редко приходят события, полностью копирующие реальность. Обычно это компиляция всякого бреда из подсознания. Но не скажи, мне снилось много раз то, что и в реальности происходило. Прям, бывало даже такое, что снилось прям, прям пиздец, какая правда. Я даже об этом не подозревал. А бывало такое снилось, что потом происходило тупо через время. это было очень мало раз, но прям я запоминал это и потом вот, ну, прямо тупо, точь в точь происходило. Это на, на всей, на протяжении всей жизни бывают такие сны. И мне аж страшно бывает, что если какой-то из них может произойти, наверное, тебе иногда снятся неприятные вещи, которые не происходили с тобой на самом деле. Что-то в духе прийти в школу в одном нижнем белье. Мне даже бывало, снилось такое, что могло произойти и оно происходило. Вот в чем проблема. Что-то в духе прийти в школу в одном нижнем белье. Да, точно. И все же. И все же. Ах, я понял, что просто увиливаю от ответа. Извини. Вчера у тебя на гради заметил что-то вроде шрама и подумал, что может быть тебя оперировали. Вот оно что. Да, все так. Но я был под наркозом, под нормальным наркозом. Все прошло гладко. Значит, я не ошибся. Разве я в таком месте? Ему делали операцию на сердце? Это серьезно? Прямо на сердце, как в фильме в том. Это было уже давно, а сейчас я здоров. Это страшно, да? Ну, конечно. Ехать на каталке и знать, что вот сейчас в тебя будет вонзаться скальпель. Нужно доверить свою жизнь совершенно незнакомым врачам. Скальпель-то фигня. Тебе еще, наверное, клетку как-то там разрезают. И причем не скальпелем, а каким-нибудь там, не знаю, я не знаю, дрелью какую-нибудь там. И нужно доверить свою жизнь совершенно незнакомым врачам. Вот тут ты ошибся. Меня оперировал отец, поэтому я знал, что все будет в порядке. Походит, его отец-хирург. Это круто. Самое время поспать, как думаешь? О, конечно. Извини, что разбудил тебя. Не извиняйся, ты правильно поступил. Это ты извини за то, что я напугал тебя. Спокойной ночи. Добрых снов. Я буду беречь твой сон. И на этом все заканчивается. Короче, Кевин теперь нам сердечко вырежет, я думаю, в конце. Да ладно. Я снова проснулся посреди ночи. Это никуда не годится. Лежать бесполезно. Опять, друзья, мы сейчас этого чувака встретим, скорее всего. И вот я здесь. Но, блин, а может быть это все-таки сон? Обычный сон? Старательно отгоняемое древнее время суток мысли заполнили голову. Сейчас, когда история повторилась, я не хотят, думая о вчерашнем ночном парне. Мы не поняли друг друга. Или же он просто надо мной посмеялся. Какова вероятность того, что я встречу его снова сегодня? Может быть, ему не спится точно так же, как и мне после рассказанных... Так, нормально, что я просто брожу по домику в полной темноте. Вдруг меня заморозят кролики или кто-то отрубит мне голову. Хотя ничего такого не происходило в самом здании. Наверное. Я надеюсь. И вот он, этот парнишка опять. Ну, друзья, об этом мы увидим, что будет происходить в следующей части. С вами был Булг Длиннесс. Ставьте лайки и скоро будет новенькая серия. Субтитры создавал DimaTorzok